всем привет и сегодня я хотел бы вспомнить такую операционную систему как windows 98 многими она уже забыта например тем поколением которые начинали уже хотя бы с windows millennium или windows xp но тем не менее поддержка windows 98 было не намного меньше чем у windows xp конечно много меньше но по популярности до xp это была одна из самых популярных операционных системы систем в мире так как windows millennium как и vista провалились windows 98 еще очень очень долго использовали я еще ну примерно года три-четыре назад видел на почте стояли компьютеры с windows 98 а поддержка ее закончилась аж в 11 июля 2006 года то есть по сути windows 98 продолжала жить еще четыре-пять лет при жизни windows xp по сути дожила даже до первого выпуска windows vista система это было классно тем что что она была очень простая это был гибрид 16 и 32-разрядной системы вы могли запускать приложение вин 32 одновременно работать с по доз и играми доз и для многих кто переходил на windows 2000 было большое разочарование вообще что перестали нормально работать какие-то доз игры в то время зародились вот всяческие dogs box эмуляторы этом я тоже по этому поводу очень дико переживал потому что я любитель был и поиграть именно в какие-то доз игры я очень любил варкрафт 2 я очень любил дюну 2 массу массу таких игр которых я уже не мог поиграть еще и любил шутер благ такой был да если кто-то помнит надо было убивать монстров бегать сожалению здесь windows 98 представлена без звука и драйверов на видео но тем не менее они особо как бы так и не отличались просто по углу здесь появлялась синема и папки становились немножко объемнее вот по сути такой вот дефолтный вид был windows 95 а чем они отличаются да практически ничем по сути windows 98 должна была появиться на рынке как продолжение 95 точнее как 95 винда просто с немного измененным названием по типу какой ср 2 и 5 последний минус 95 но изменений стало настолько много что пришлось создавать новую точнее присут пришлось выпускать под новым названием вот здесь была уже поддержка gp поддержка usb web tv а из актив декста и система самое что интересно могла работать на компьютерах 16 мегабайт узел вот вы скажете так похер и 95 вообще на 4 работал не ребят просто 98 действительно было более продвинутой в плане под его поддержки оборудования и я помню что она успешно работала у людей еще даже на 15 512 его зовут то есть у кого-то был там какой-нибудь целерон 500 или дюрон тысячный я не себе еще устанавливать 98 потому что и любили любили те приложения которые мы не привыкли десятилетним ставить туда 512 до 56 у зума она продолжала успешно работать вот и на нее и прекрасно выходили драйвера еще на пятое поколение например nvidia 5 200 ультра или же nvidia 440 mx gp 8 выходили даже драйвера вот у меня есть одна машина pentium 2 с 98 кстати виндой правда она самопали называется windows 98 и f где не просто там какой-то с перделками зверь dvd а вот ребята собрали очень интересный дистрибутив с поддержкой usb с набором какого-то софта с интегрированными уже какими-то microsoft плюшками для запуска каких-то более серьезных приложений и принципе она больше всего более всего понимает чем оригинальная 98 и вот поэтому и установил там правда 64 зубу pentium 2 слот 1 300 мегагерц 3330 или сколько mx видеокарта как раз geforce 440 mx gp 8 вот она прекрасно там работает вот что приятно на самом деле поэтому получилось так что 98 очень быстро устарела поддержка ее закончилась в 2001 90 то есть фу 90 5 быстро на фоне 98 устарела поддержка ее закончилась в году если не ошибаюсь 2001 тоже долго прожила но я не думаю что длительный период тот еще сильно много сидел на 95 потому что мы слишком сильно тесная было между ними конкуренции они существовали в одном временном можно так сказать в одной временной черте примерно 90-е года по сути там девяностое восьмая 95 это чикаго появившийся идет третьем году сборки выходит она девяносто пятом шестой седьмой и уже появляется девяносто восьмая по сути выбивает 95 с рынка естественно 95 много где стояла она была менее требовали требовательную железу например она работала на 486 при том что хорошо там 16 метров оперативы метровая там или метровая видеокарта вот и она хорошо там еще крутилась но уже вот на пентиумах работала она как вам сказать ну для такого компьютера не хватало функционала поэтому девяносто восьмая лучше туда подходила по сути поэтому девяносто восьмая как-то больше людям заполнилась запомнилась да это в то время как бы когда девяносто восьмая появилась уже в странах снг у людей более-менее в принципе начали появляться какие-то вот эти первые привезенные где-то за границы пентиума первое когда когда-то начали до как-то одомашниваться компьютеры да а про 95 середине 90-х не у всех были деньги купить персональный компьютер довольно дорогостоящий на то время и познакомиться с 95 тем не менее я еще много много где видел у людей 95 сам на ней особо не успел попользоваться да и функционально мне казалось она убогой на фоне 98 если вы на нее посмотрите да она настолько примитивно сейчас выглядит что наверное есть такая операционная система миракулик сос вот чем-то вот он не напоминает это если у вас какой-нибудь 486 конечно ставьте туда не вступят если у вас от пентиума 1 ставьте 98 но это просто если кто-то какие-то раритеты собирает вот в принципе в принципе вот такой вид пункт пуска вот с этой штуковина да вот здесь куда можно было помещать значки делать какие-то меню подменю такой витрая такой вид пуска это все очень долго существовало вот такого подобия пуск убрали только windows vista всемерки уже его не было просто возможность его включения в xp появился естественного новый пуск но вот эти все подменю вот эта вся штука она все перекочевал еще с 98 для многих переход с windows а был найти каким 98 98 xp семерка и сейчас наверное десятка то для тех кто windows пользуется на именно такой переход многие вот эти промежуточные системы и не помню так это почтовый клиент это у нас и шаг многие начинали с ишака когда я сидел под 95 я выходил в интернет именно с ишака интернет у нас здесь не сейчас не подключен да я не думаю есть смысл этот и шаг он по сути не сможет зайти у меня была версия 5 и 5 это версии 5 и 0 из не ошибались 50 до вот с такого и шака я выходил в интернет правда потом когда я познакомился с mozilla firefox 2 который успешно работал на 95 или миллиниум я конечно перешел сразу на него это был мой первый альтернативный браузер и до сих пор как бы мазила ей пользуюсь вот вот это был мой первый браузер честно скажу скорость загрузки его тогда мне казалось нормальным когда мазилу поставил все-таки был очень шокирован на что я тратил свое время так это у нас мой компьютер тоже классический сам интересно здесь было всегда панель управления такая классическая панель управления это поиск оборудования это всякие лупы включать для людей слабовидящих установка удаления проб софта так сейчас он попробовал потребует от меня диск ставить это что что-то до установить вот он говорит то что можно до установить тема эти прикольные темы были со звуками всякими когда-то время дисплей шрифты и тут всякие свойства обозревателя кстати стартовая страница сейчас по-другому называется модемы сколько времени тут проходила под дуалапа а я входил именно под 98 потолок смертить из омерзительной скоростью с постоянными какими-то выпаданиями вылетами это было очень очень жестко версия 410 2 2 2 2 2 2 и это самое последнее обновление вот 23 апреля девяносто девятого года вот я специально сейчас посмотрел то есть это последняя последняя винда который могла быть я и дал 512 зоу с которыми прекрасно все это дело работает интерфейс будет притупливать потому что нет никакого ускорения не 2 2d не 3d естественно это эмулятор вы прекрасно понимаете у нас персонализация по новым называются она знаменитые обои windows здесь были принципе кто еще помнит двухтысячную там это все еще можно было посмотреть а а такие вот всякие фоны появились еще во время windows 30 windows 3 11 windows int 3 и 4 так это у нас скрин сервера здесь 3d будет тормозить посмотрим вот эту кому-то это напомнит юность летящие окна так здесь у нас настройки внешнего вида можно цвета было настроить ползунки толщина ползунков так здесь у нас всяческие эффекты можно было значки поменять так здесь у нас видим что ускорение никакого нет еще два цвета есть разрешение что 40 на 480 больше они бы не выжили здесь у нас можно было поставить свойства адаптера свойства не карты монитора насчет того что почему не были совместимы windows 98 и миллениум с windows xp почему многие приложения они запускались потом особенно 16 разрядные потому что эта система 9x процент система 9x все равно она работала поверх доса вот windows int это уже совсем другая система по сути посчитать разницу между ним потому что это будет слишком долгая тема даже когда вы завершали примеру то есть выключали саму систему завершали работу вам предлагалось выгрузиться в windows то есть мс-дос выгрузили выгрузили или выключить машину сеансы мс-дос и вы уже вошли в доз так здесь у нас программы строку долл об сиди плеер такой тогда был windows медиа плеер такой версия 60 не ошибаюсь до 601 потом в миллениуме появится windows медиа плеер 7 дико тормознутый дичайше тормознутый видос медиа плеер очень тормознутый а так как многие обновлялись на те же самые машины с 98 на миллениум были дико разочарованы по сути система была одна и та же просто с коробки естественной поддержкой чуть побольше было и оборудование чуть лучше поддерживал но короче это был эффект так как вот народ обновлялся на весь наверно то же самое так насчет показывать классический пейнт он такой же самый как и примеру 95 был в 3x он отличался системах старых вот этих windows 3 но насколько насколько я знаю вот такой пейнт просуществовал еще до windows vista ничем не менялся калькулятор то есть при все принципе еще много из этого познакома вам по по windows xp стоп где-то здесь можно да 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 если не ошибаюсь топ здесь это еще можно отрыть старый файловый менеджер от windows 3 то есть где-то в самих папках windows это не я так устанавливал я уже скачал готовый образ под virtual box и запустил так что не над метод гнать в этом криво бока что-то ставил так держим тут не он так это простой может этот скорость посмотрим где-то здесь был нет может и его и вырезали с этой версии 98 было бы приятно посмотреть то есть где-то стоп а вот это медиаплеер с windows 95 по умолчанию и он его впуске нет видите но вот тут есть то есть много это так это будет обычный поинт не пункт не пункт браш тот самый который еще был в x3 и windows 3 кстати программное обеспечение с windows 3 можно прекрасно подняться 8 запустить потыкать и и конечно если я конечно найду поприветствуем и здесь у нас текстовый редактор дефолтный wordpad который ничем не отличался тоже самое для вида версии для windows виста ну по данной системой что они товарищи не могу эту штуку найти по данной системы в основном все пользовались чтоб я его нашел пользовались офис 97 крутейший был офис и опа он самый файловый менеджер windows 3x он здесь спрятан для нас торги для ностальгии ностальгирующим блин не могу выиграть сейчас уже заикаться совсем начну который ностальгирует по третьей версии windows даже и значки такие же самые такие олд фаперов можете запустить эту штуку давать вам ссылку на девяносто восьмую ну блин это будет тупо и и навалом здесь просто навалом есть готовой версии под virtual box есть под virtual pc если у вас xp да вы можете запустить виртуал pc под него вообще такое количество образов что что просто глупо будет какие-то ссылки на что-то давать сами выбирайте на торрентах благо валом всего этого дела вот такой файловый менеджер по сути к самый-самый классический ну вот что-то он спрятан внутри вот такая вот операционная система была ну можно сказать что она была самой популярной до года скажем 2001 2 когда уже начал добирать мощь xp примерно сервис парка 2 когда она стала довольно стабильный нормальный тогда уже весь народ хлынул на xp никаких линуксах то вообще разговор не шел слышать что где то есть можете посмотреть на графические оболочки юникс линукс 2001 2002 годов и подумайте как в счете можно было пользоваться если у человека конечно была масса там знаний терминала тот конечно пользоваться всякими дебианами древними мандреками ну вот в то время по сути альтернативы наверное windows и не было хотя вру в то время была bios операционная система довольно юзабельная и у s2 по сути родственница windows вот по сути даже чем ты совместима вроде бы все 16 разрядное приложение от 9 вот windows или у this 2 они взаима взаимосовместимы были но это у них там свои терки между и беями microsoft ну товарищи я думаю что на этом все надеюсь многие вспомнили что-то для себя